Проблем с получением загранпаспортов больше не будет. Регистрация данных при оформлении биометрических загранпаспортов, ВИЗ и иных документов для жителей отдаленных поселений Сургутского района существенно упростилась. Ранее для сдачи документов им приходилось ездить в Белоярское отделение УФМС. Теперь это не обязательно. Почему, расскажет Андрей Родионов. Мария Кунгурцева спешит в поселковое отделение УФМС. Недавняя студентка из Тюмени работает сейчас инженером в НГДУ Нижний Сартемск-Нефт. Девушка ненадолго отпросилась с работы, чтобы успеть создать необходимые документы для оформления загранпаспорта. На всю процедуру у нее ушло не больше пяти минут. Сотрудники молодцы, помогают, исправляют анкеты, ошибки, входят в наше положение, что мы находимся очень далеко от Сургута. Сотрудники поселковых отделов УФМС для оформления загранпаспортов только консультируют граждан по сбору документов, необходимых для подачи заявлений о выдаче заграничного паспорта нового поколения. Но для регистрации биометрических данных жителям поселения приходилось ездить в Белый Яр. Исходя из мониторинга этих обращений, наше управление, и мы в том числе, как раз-таки проявили инициативу в приобретении данных портативных мини-комплексов. Этой технике не нужно много места. Достаточно всего лишь небольшого помещения, в котором должен стоять стол, стол и работать электрическая розетка. Сегодня на прием к выездным бригадам идут целыми семьями. У меня есть загранпаспорт, мне истекает срок в августе месяце, заменить надо. А ребенку и супруги новые, ну, вновь. Первый раз, да. Первый раз. То есть вот первый поезд. Да. Уже есть план куда ходить? Ну, есть. Начиная с февраля этого года, сотрудники УФМС в Сургусском районе обслужили около 300 человек, сделав два выезда в Лентор и три в Нижний Сартымский. В день выездные бригады принимают до 50 граждан. Работы сотрудникам миграционной службы, конечно, прибавилось. Но и результат налицо. Очереди желающих получить загранпаспорт сведены к минимуму. Пытаемся решать эти вопросы, приспособиться к новым условиям приема документов. И в данном случае мы можем говорить о том, что, конечно же, эффект желаемый, он достигнут с применением данного портативного комплекса. Сотрудники УФМС отныне будут выезжать в поселение района постоянно. Единственное требование – в день оформления заграничных паспортов у заявителей должен быть готов к сдаче весь перечень необходимых документов. А также уплачена госпошлина в размере 2500 рублей для взрослых и 1200 для детей до 14 лет.